В одиннадцатой серии любовные отношения между Рамо и Сибель продолжат развиваться. Рамо будет искать предателя среди своих, босс сначала попадет в засаду, а потом будет сильно удивлен поведением Фатош. Об этих и других событиях вы узнаете из нашего видео. Как мы помним из десятой серии, комиссия вынесла Алпаю смертный приговор, а он, поняв и убедившись в том, что скрыться ему не удастся, сам сдался в руки полиции. В обмен на свою безопасность Алпай написал полиции имена всех членов комиссии, а вместо своего имени подчеркнул имя Рамо. Хотя Сулеймана Алпай устраивает намного больше, чем Рамо, Сулейман, как выразился Явуз, не станет играть неправильным конем. В одиннадцатой серии Сулейман не допустит, чтобы имена членов комиссии были преданы огласке. Он подошлет на переговоры к Алпаю наемного адвоката. Тот сделает такое предложение Алпаю, от которого он не сможет отказаться. Также мы помним, что у Сулеймана есть осведомитель, который сообщает ему обо всех действиях Рамо в отношении Алпая. То, что это кузен Рамо, знают только зрители. Но Рамо-то этого не знает. В новой серии Рамо догадается, почему все его действия по уничтожению Алпая терпят провал. Он поймет, что среди его людей есть крот. Чтобы выявить лазутчика, Рамо разработает план. Что касается отношений Рамо и Сибель, то мы уже убедились, что их любовь смогла победить жажду мести. Сибель впервые поселится жить с Рамо в отдельном доме. Как выяснится чуть позже, такого совместного проживания окажется недостаточно для полного счастья. Их самый большой враг вновь даст о себе знать. Бозу знает от Фатош, что он в ближайшем будущем станет отцом. Так как Фатош до сих пор замужем за Ниджо, Боз постарается сделать все, чтобы она поскорее развелась. Ниджо также знает, что Фатош беременна. Встреча мужчин закончится ловушкой для Боза. Но больше всего он будет удивлен неожиданной реакцией Фатош. Премьера 11 серии сериала Рамо состоится на канале Шоу ТВ 24 марта в 8 часов вечера.